А ведь понятно, почему тальянтинские девочки с такой охотой приходят в гонбольную школу. В составе взрослой команды они видят прекрасные образцы того, как можно стать звездой спорта и не поступить с при этом женским счастьем. Оно вообще мало кому достается, и вне профессионального спорта тоже. Тут уместен афоризм Казьмы Прудкова, утверждавшего «хочешь быть счастливым, будь им». Артем Шмельков о женщине, чья судьба – наглядный пример того, что эта фраза – не праздная игра слов. Без претензий на исключительную энциклопедичность возьму на себя все-таки смелость утверждать. Надежда Муравьева – уникальный для нашей страны спортсмен. Она готовится к своему четвертому чемпионату мира, и бог даст к Олимпийским играм в Лондоне, будучи дважды мамой. Въедливо выспрашивал у коллег, работающих на баскетболе, волейболе, других игровых видах. Никто подобных примеров не привел. Старшему сыну 6, младшему год, а мама красавица снова в обоиме лучших гонболисток России, действующих чемпионок мира. Я знаю только героические подвиги Марии Степановой, которая ездила с трехмесячным ребенком, кормила его в перерывах на чемпионате Европы. Конечно, такой был героический поступок. Вот, зверяков больше не знаю, никого. Знаю, что Татьяна Лебедовича готовится к Олимпиаде, тоже недавно взяла второго ребенка. Так что мы с ней две представительницы сборка. Наверное, так. Знаю, сейчас статистику не люблю, у меня обычно папа звонит в Лугограде, который сидит за 7-7 в интернете. Он рассказал, что имя Филимон, которому дали ребенку, так называют детей. Типа три имя такие дают в год вообще в Россию. Такая вот статистика. И он сказал, что в сборных командах ты первая, кто с двумя детьми готовится к Олимпийскому. С двумя детьми, так что, наверное, где-то вот ему поверят нашла. У детей разное расписание жизни, и поэтому гулять всей семьей почти не получается. Маму Надежду со старшим Ростиславом нам вытащить на улицу удалось, а младший Филимон остался дома с папой Сашей. Дневной сон – святое дело. Когда смотрела раньше на маму, у которых двое детей, они реально один маленький, другой на велосипеде, я думала, как они собираются все в одно время, это же вообще нереально. Тут сон ты собираешься сейчас? Сейчас мы сейчас справляемся, не, но редко, конечно, бывает. У нас обычно в дворе еще, ну, пока сиделте, где-то в отпуске с кем-то там, общались-общались с детками, и все там, Надя, давайте, выходите, гуляйте, все время. Вечером в тренировке идут, сумма, вспоминают, все время няня с ребенком, куда ты выйдешь? Я говорю, не знаю, не, редко получается. Зато когда получается, это же на самом деле праздник большой, когда вся семья может выйти. У Надежды Муравьевой, основного игрока Тольятинской лады, бесконечные тренировки, выезды, сборы. У мужа Александра Гусева, бывшего баскетболиста, а сегодня тренера двух возрастов в Тольятинской спортшколе, расписание не легче. Без бабушек и дедушек не обошлись бы никак, да и няня – незаменимый помощник. Она уже как член семьи, она приходит, все время подъездит. Ой, у вас дома так хорошо, это ваши детки такие хорошие. Она говорит, да я няня, а ее уже все воспринимают, правда, как члены нашей семьи. Ой, вы что, няня, мы думали, это ваши все. Так что да, такой золотой человек, без нее бы не справились, конечно. Это сегодня Тольятинскую ладу называют и вполне заслуженно командой молодых мам. Благополучно родили и вернулись на высочайший уровень Мария Сидорова, Наталья Шиперова, Ирина Глезнова и Екатерина Мариникова. Но начиналось-то все с Надежды Муравьевой. Это она первая стала в ладе мамой. Будучи беременной Ростиславом, Надя пропустила золотой для нас чемпионат мира 2005 в Санкт-Петербурге. Это же наши самые первые, давайте его фотографии поедем, в клубе. Ну да, первый в клубе появился. Старший. Предводитель дворянцев. У меня Саша очень поддерживает. То есть, когда мне было тяжело форму набрать, он там приходил со мной, сидел в тренажерке, помогал там, настраивался, наверное, все хорошо будет, что ты будешь в такой же форме, как была раньше. Пускай есть поддержка, но не замечается там. Тяжело тебе с двумя, с тремя там, с пяти летит тренироваться. Ставим, да, легче? Скажу, так легче. Потому что легче и по расписанию, и знаешь, когда уложить, тогда сама отдохнуть. А с первым суетишься, вот это как бы, это же путь земли, у тебя в партии. Надо все вокруг него бегать, все там, все как надо, лучше, 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 лучше сделать. Конечно, все это и было новое с первым. Сейчас уже, конечно, все поспокойнее. Три золотые медали на первенствах мира. 2001 в Италии, 2007 во Франции, 2009 в Китае. Дважды бронза на Европе. Неоднократное признание лучшим защитником. Семь чемпионских титулов чемпионатов России. Богатейшая коллекция в карьере Надежды Муравьевой. За одним очевидным исключением. Она проехала мимо Олимпиады в Пекине. Кажется, что сейчас вся ее жизнь подчинена именно этой олимпийской мечте, сыграть за Россию в Лондоне. Сама Надя, однако, на теме Олимпиады явно не зациклена. У меня нет такой, я не могу починить все Олимпиаде, когда я на нее не попала, сказать, что у меня жизнь разрушена, все, еще не сбылось, закрыться, уйти, никуда не приезжать, все забыть про сбор. Но это вообще не мой вариант. То есть был, не попал, да, надо жить дальше, как бы спокойно, с заносом сердце Сиеху не загонял. Ну, абсолютно никого не обижалась, как бы жизнь идет дальше, подготовиться. У меня, как бы, этот цикл был тоже достаточно, скажем так, продуктивный. Мы чемпионат Европы хорошо сыграли, на чемпионате Меры выиграли. И как-то где-то там убежаться, говорить, все, я не поеду, я обиделась, не хочу ничего видеть, слышать. Ну, это так нельзя просто. Я бы так не смогла. Стимул для Надежды вернуться в большую игру был не только ради сборной, но и ради Лады. Несколько лет автовазовского безвремени обернулись закатом для футбола и хоккея. Гандболу явно повезло. Его завод решил сохранить и на высшем клубном уровне, и на уровне школы. Лада после прошлогодних бронзовых медалей ставит самые максимальные цели и в чемпионате России, и в Еврокубке. Есть коллектив, как бы, ну, хороший, сплоченный. Я молчу там про всякие сообщества, все отношения, просто команда есть. Если было бы, мне кажется, как-то нелогично разъехаться всем, как таковой Лады бы и не было. Потому что без первой команды, мне кажется, все равно ничего не будет. А когда у дела знаешь? У нас долго говорили, будет, будет, девочки, если будет хорошо, надо немножко потерпеть. Ну, когда говорят, немножко потерпеть, ну, чего будем потерпеть ради хорошего дела, чтобы вместе с ним остаться. Тем более, дети у всех уже местные. Мне кажется, в Ладе есть еще резервы, помимо просто состава, есть резервы чисто психологические. Вот это мое мнение, что у нас очень давно игроков как-то поставили такой клеймо нехорошее. Вы молодые. И они ходят молодые, молодые. Уже 4 года их называют молодыми. Уже 5-6 пошел. Они молодые. И как они сами говорят, да у нас сейчас все впереди. Казалось бы, что впереди надо сегодня за это делать. Я просто думаю, что у нас чисто психологической точки зрения большой резерв. То есть, если люди в себя поверят, начнут играть на полную катушку, то нам действительно никто не нужен. Потому что состав давно уже хороший, накатанный, наигранный. Просто надо немножко толчок взять. Возможно, решающим толчком для Лады станет работа Евгения Трифилова, который сегодня позиционирует Тольятти как базовый форпост национальной команды и заодно трудится в Ладе консультантом. Трифилов, кстати, в клубе и в сборной неожиданно стал пробовать Муравьеву на позиции разыгрывающей. Так вот и получается, что и в спортивной жизни, и в семейной Надя чуть не каждый день открывает для себя что-то новое, уникальное. Так, давай, отпускай, иди ко мне. Ой, как урл. Ты что, пошел, что ли? Ты что, пошел? Подожди, 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 подожди. Подожди, подожди, подожди. Родители согласны в том, что мальчишек своих насильно в спорт тянуть не будут. Сами определятся, нужно им это или нет. А насчет прибавления в семье Гусевых-Муравьевой определение всех говорит старший сынуля. Ростик уверен, что у него с братом обязательно появится сестра. И звать ее будут непременно Настя. Пока вам большая, торговая семья. Пока. Счастливо, вы приходите в гости. Пока. Пока. Счастливо.